друзья новый день доброе утро раньше не пораньше встали суббота сейчас 9 мы идем в нашу клинику мне будут отбеливать зубы и или там окончательно уже поставят настроят новые зубы все покажем еще немножко будет конечно но опухший болеть все расскажем все покажем включился показать вам какая у нас классная погода слушать суббота и обещали солнце и она действительно есть и открыть вот соседние горы видно хорошо их потому что мы здесь к 4 дня они все были такой дымки а сейчас открылись и там снег вот они открылись напротив нас и вы видите как снежные горы там за деревьями вот так погода у нас конечно шикарная еще девяти утра нету и уже так все красиво сейчас чем солнце будет выше прям будет теплее и теплее и теплее оно прямо греет одеваться сейчас нельзя потому что будет очень жарко будет тепло одеваться горе я не знаю видно хвои там тоже снежные какие вершины торчат с деревьями красиво конечно горы фантастический вид хапешку напротив видите открывают выносят стулья столы ничего на ночь не оставляет вообще ничего даже коврики вот все 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 выносят все столы и стулья вот зонты большие только два зонта осталось остальные куда-то они уносят сейчас все начинает выносить постепенно каждый день такая процедура вечером уносит с утра выносит и слушать народу много довольно таки вот мы наблюдали вчера вообще все прям забито даже вот здесь где два маленьких зонтика почти на причасти стоят все было заставлено столами и народ сидел везде битком тут много кафе напротив я уже говорил и все они заняты конечно совсем по-другому чем у нас в алании здесь больше своих чем туристов ну что друзья новый день и мы идем опять клинику сегодня у нас финальная такой заключительная ауиры осмотр вчера поставили ей постоянные зубы все было опухше сильно отходил еще наркоз сегодня и хорошо уже сейчас похоже немножко ребят на хомячка у меня тут таки как будто сюда орехов накидала но видите дикция у меня нормальная то есть я могу и петь и разговаривать зубки очень ровненькие они такие нежные они как сказать таки тоненькие но от пластиковых отличаются абсолютно отличаются те более шероховатые ну и они были так неустойчиво я их как бы боялась оставить там стакане или позориться выплюнуть случайно слушайте эти ставили очень так сильно она прям нажал поэтому сделали анестезию потому что вита сказала что если без анестезии просто не выжить что она мало того что она их плотно ставила еще знаете загибали десну чтобы они уходили чтобы десна заходила вот это верхняя десна отодвигается отодвигается задняя десна и туда эти зубки хорошо вставляют чтобы десна находила не что мне было бы ты знаете между десной и зубами зазор некрасиво еще попадать ну и в общем делали долго ставили я вчера доктор настолько кропотливая она настолько скажем так свою работу чувствует понимает а если ей что-то не нравится а я говорю типа окей мне все и она где-то что-то миллиметр она ковыряет что-то делает хотел пока она будет недовольна когда она довольна она и поет и не все она прям она чувствует свою работу потому что я скажем так по анестезии вот анестезия не могу так даже чувствовать а она на опыте уже понимает что-то микро там где-то какие-то все подделывала то есть времени я не не жалела на мой рот друзья но мы идем нам надо успеть улыбнись с удовольствием улыбается рваный уголок но такой нерваная все это ерунда все это пройдет а самое главное что красивые ровные зубы ирина мечта сбылась друзья ура две светлые полосы моей жизни все идем на заключительный осмотр и меня на отбеливание тоже вам расскажу как это было суббота друзья район лара просыпается народу еще нет но солнечные лучи осветили так красиво вообще еще все тихо никого нет а мы идем в клинику нам осталось здесь пять минут мы успеваем порядка мне вроде как просто отбеливание все равно я не писаю как ира согласилась на все это блин ну если мечта понятно я не даже вот отбеливание иду меня уже подколбашивать не говорю проще с парашютом прыгнуть чем согласиться на такую процедуру и ведь главное знаю что особо то оно не будет больно все заморожено а все равно вот как-то знаете ну какое-то волнительное переживание да ну это у всех по-разному например они и дима делали такую процедуру у тех у кого зубы имеют какие-то микротрещины или какие-то травмы они могут реагировать на это ну скажем так ну короче аня сказала ерунда дима сказал немножко стреляла как молнии ну как же теперь серёга тоже должен быть красивый с беленькими зубками ну-ка раз уже такая пьянка как говорится надо на уровне быть подходим друзьям и клинике вот она здесь красивом здании ну смайл тим все заключительный эффект у иры будет посмотрят ее зубки что хотела рассказать для тех кого это действительно интересует но все мои люди как говорится не зубки у нас не растут не ногти и не волосы мне очень помогло лично вот мое мнение такое что и виталина вита вела владелица клиники когда мы пришли она на каждую процедуру буквально за руку скажем так образно вела меня и объясняла что сейчас будут делать понимаете подгод я была подготовлена психоэмоционально что я уже ложилась я знал что сейчас будет вот столько это это и это препарация что она будет длиться там 3-4 часа я была эмоционально настроена на это то есть я у это расслаблять я не сидела в неведении всыпившись себе в к в коленке и это мне лично это очень помогает я знала я была готова потом мы были на втором этаже я знала что другой доктор будет заниматься каналами даже вот это вроде как и не нужная информация час а вот зачем мне это вот было нужно мне это прямо помогало и поэтому каждый шаг как с маленьким ребенком она нянчится она все объясняет она не лениться и не трудно говорить изо дня в день одно и то же для нас у каждого назначено свое время она вот не бросает ведет это мне очень помогает но доктора вообще прелести медсестра они поют они приободряют и при у нее нежные такие руки и очень сильные в то же время если она так она у делает все уверенно у нее такие все отточенные вот моменты то то есть ты лежишь вот так хлебалом своим и вот и потому что все хорошо будет все хорошо это как-то работает на подсознании это мое мнение это было так у меня это мой личный опыт и честно говоря я об одном только жалею что я так поздно все это сделала вот ну во первых друзья у я за кадром добавлю мы перебил извини но хочу сказать мы долго искали клинику мы долго читали искали смотрели проверяли ой и вот ты знаете самое классное что и родовольно мы не ошиблись в выборе я вообще шла долгие годы к этому это были мои мечты какие-то планы но это наверное у многих женщин я не знаю как психология у мужчин устроена но понятно если вы артист если вы видный деятель и вам нужна улыбка хотя на всем нужна по большому счету это так и раскрепощает не надо куда-то прятаться как-то это самое зная свои изъяны вот верю они были взяли да вы вы видели да я это не скрывала ты особо не показывала очень но это все равно заметно те кто смотрят и рассматривают вот скажем так хочу еще и поблагодарить медсестер как они относятся знаете вот такое небольшое приободрение вот так вроде ты незначительно но это черт побери так помогает это прямо ну поддерживает ребят пойдемте мы стоим уже около клиники они там уже смотрелись все то есть время как раз полдесятого мы пришли на назначенное время заходим у иры короче финал у меня чистка и финально поставят и через неделю до мы приедем еще то есть на как бы осмотр что и как потому что сейчас у меня опухшие десны это само собой вчера была такая блин даже уголок рта немножко порвался это такие мелочи ходишь-то так просто делать пломбу то весь весь такой джокер спасибо уже по-русски даже приветствует молодцы так приятно вот вроде мелочи вот доктор да и и мы человек который подарил мне вот это создала меня создала просто очень приятно убить и обстановку вроде мелочи а все равно это все очень здорово понимая это я ты теперь смелая знаю что особо ничего отбеливания но почему-то очень дима настаивал сергей сделай сергей сделай про чувства и да ты должен мы должны быть на уровне вела зубы когда примеряли зубы я взял вот этот самый как бы ну самый естественный цвет подставил к своим и он намного белее чем у меня как жить вот для этого будет делать это отбеливание не бойся я понимаю да я бы тоже говорится до приколачивалась но ничего сегодня виды кстати не будет она уехала в стамбул она предупреждала да так что мы без нее справимся мы в хороших руках умелых что ты сто процентов сегодня у нас финал очки вчера говорили уже поставили сегодня будет проверка проверить как раз было боль у меня павел иру на финальный осмотр рассказала все свои жалобы или что в ней все очень понравится он все равно доктор сама засматривает еще проверяет выше ниже за отдал ее кабинет сам жду на фигуру отпустили друзья что она посмотрите какая красивая я не хвастаюсь я счастлива у меня теперь как у боксера есть капа на ночь которая одевается чтобы я могла привыкнуть потому что у меня полностью изменен прикус у меня он был неправильный у меня нижние зубки верхние накрывали нижние теперь у меня ровный прикус я теперь не улыбаюсь так что у меня видно десна у меня теперь все красивая равномерная улыбка это временно это можно на полторы месяца мне объяснили как ухаживать правильно за зубками как надо чистить теперь им ничего не страшно но самое главное беречь десна от бактерий потому что если ну как у нас у всех нужно за этим как это наша ежедневная гигиена просто первое время так как сейчас там как взрыв скажем так и нужно больше полоскать специальным полосканием аптеки которые мне выписали смазывать десна гелем антибактериальным и конечно же следить чтобы не собиралась не скапливалась пища и от этого не было никакого скажем так бактерий да я теперь пос мне немножечко подпилили сделали да все удобно вся вся как родные даже лучше не то что лучше красивее удобнее ну и конечно вот это эмоционально я счастлива это такая у меня новая улыбка и я и я сделала и я горжусь и я счастлива мечты должны сбываться и поздравляю тебя спасибо я хочу тебя поцеловать боишься заяц начинаем с чистки будет у нас чистка после чистки мы будем полировать ваши зубы чтобы все было ровно идеально после этого намажем гель и будет отбеливание процесс идет из два шага по 15 минут каждый 15 минут делаем отбеливание отдыхаем 15 минут еще раз если будут какие-то неудобства больно или что-то поможете ручкой на остановке но не должно быть и это будет делать моя доктор я тебя серега полностью доверяю хороших ты руках тебе повезло ничего не бойся ну-ка покажи какие у тебя сейчас зубы чтобы мы могли сравнить привет привет а 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 Серега в космосе. Видите, как все конкретно. Найка, ты белее белого будешь. Так недопустимо. Я так понимаю, сережкины зубки. Все по красоте у него. Вот, ребята, узнали консультацию мы. Нельзя в течение двух недель пить красящие напитки, эмаль. Беречь после этого глубокого отбеливания. Туда входит чай, кофе, свекла. Все, что такое угрожает эмали, дает цвет. Естественно, воду и водку никто не отменял. Это и дезинфекция. Это всем неплохо в умеренных количествах. Так что это того стоит. Немножко потерпеть. И будет такой же красивый. Не будет отставать от Ирки. Ребята, сразу хочу сказать, что вот такая очистка по цене, как у Сергея сейчас. Она стоит 250 долларов. Туда входит первоначальные камни. Каждый зубик просматривается. Чтобы все было в порядке. Полное, как говорится, обследование. А потом вот эта глубокая очистка по такой цене. И хватает это где-то на 9 месяцев. Так, вот таких белых, прекрасных зубов. Ну, вот и готов. Слушай, да, действительно белые. Ну, покажись, мой. Ну, белые, да? Видите? Помните, что было до? Нам покажи. Хотит красоваться. Да. Ну, белые, да? Круто как. А у меня? А у меня? Ну, все. Не, ну, были вообще. Да, просто после возраста. Потому что, когда ставили зубы, я брал вот этот самый, который принесли, ну, натуральный, скажем так, желтый. Я даже поставил, что у меня вообще. Я говорю, как жить после этого? Самый желтый мне вообще тогда не знаю, какие. Ну, ведь удобно. Высидеть можно. Даже самым трусом. Ну, да. Ну, это же такие мелочи, о которых можно не говорить при такой красоте потом. Видишь, сначала тебе вычистили камни. Сначала все пошлифовали, да? И потом уже только отбили. Где-то 9 месяцев сохраняется эффект. По цене мы уже оговорили. Так что даже самые злостные курильщики, любители чая и кофе, они могут легко пользоваться. И это не наносит... Конечно, никотин, кофе, все делает, кости желтые. И, в общем-то, это такое щадящее, то, что даже нужно делать, то, что надо советовать. Не больно, я скажу, было ничего. Это ухаживание, конечно. Немножко было, так, щелк-щелк. Ну, это не более просто, что... Ощущение небольшое. Ну, что такое? Теперь мы можем светить своими белыми улыбками по Анталии. Благодарим за помощь. Да, что вы нас провели в такой чистой зубные феи. Особенно у вас. Ну, я, да, я теперь... Я сама себе не принадлежу, а счастье. Я не буду вообще кривые. И не надо видеть, да. Друзья, теперь мы с Ирой оба... Зубастики. На белых зубах. Теперь я тоже могу смело, а то прям, знаете, как жить думал, когда увидел. Просто идем, включился. Все, мы расстались с клиникой. И мы еще в понедельник туда придем. Сейчас выходные. Завтра воскресенье. Сегодня мы пойдем погуляем по Анталии. Покажем вам. Я думаю, всем интересно будет Анталия. Многие в ней отдыхали, знают эти улочки. Пойдем в старый город. У нас такие планы. По старому городу погуляем. А сегодня, если время будет, или завтра, не знаю, пойдем еще на фуникулер. Оттуда шикарные виды. Поснимаем. Погода, потому что сегодня шикарная. Завтра вроде как тоже, обещают, но с облаками. Поэтому два дня мы погуляем, а в понедельник еще зайдем. Последний день и уже поедем в нашу Аланию. Иду включился. Потому что в нашей жизни происходит не только полезное, нужное, но и это надо совместить с чем-то приятным. Мы сейчас погуляем. Вот иду включился по казачеству. Здесь тоже все, друзья, по-русски. Смотрите, спортивная гимнастика, курс, богатый сад, творческая мастерская. Няня на час. Дальше здесь то же самое. Видите, реклама вся на русском языке. Театральная студия, музыкальная студия. Турецкий, английский. Подготовка к школе. Посмотрите, какая красота в магазине. Эклеры с клубникой. Эклер простой и рядом с клубникой. А это же вот твои любимые как-то еще яйцо. Вот эти, да, мои любимые такие пирожные. Валдеть. Ну, первый раз, как Макалу попробую. Вот, фиски-торты, макароны. Ммм, макароны. Попечения вообще. Чумас, вот те. Ну, это для меня. Я любитель всего этого сладкого. Красота. Ира, друзья, новыми зубами тут все. Лукум, а внутри шоколад. Внутри как прозрачный такой сок. Ну, лукум, наверное, да. И вокруг шоколад. И сташки. Ребята. Рыбка, друзья, здесь в Анталии такая же, как у нас. Красиво. Сейчас леврек по 179. Дорада 269. Все есть. Да, 539. Друзья, все. Зубы мы сделали. Мне отбелили. Ире поставили. Ее мечту. И мы, наконец-то, идем прогуляться по Анталии, друзья. Поедем в старый город. Вам покажем. Берем вас с собой, как всегда. Идем сейчас на автобус. Мы в районе Лара. Здесь, в общем-то, недалеко ехать. Пешком час идти. Но мы не пойдем. Мы не пойдем. Мы поедем на автобусе. Не настолько гуляки. Да, проедем. И все вам покажем. До ворота Дриана доедем. Оттуда начнем, друзья. Там очень красиво. Мы пару раз всего были. Очень нравится центр. Вообще красивый город. Большой. Не то, что наша спокойная деревенька. Сейчас, друзья, вообще не поняли. Идем к остановке. Горит красный свет пешеходам. Мы встали. Остановились. Все два ряда. Машины пропускают нас. Вообще непонятно. Нам красный горел пешеходный. Странно. Здесь, короче, их приучили уже, что они пешеходов пропускают. Мы уже не первый раз замечаем. 16-го пробки конкретные. Вот в центр заехали. Смотрите, центр весь стоит. Пробки вообще. Долго, Макарик. А, вот, полный. Здесь в центре у нас рынок какой-то. Давайте посмотрим. И нам вот туда идти бы. Слушайте, посмотрите, какая красота. Тайран. Настоящий, да, готовится. Настоящая турецкая такая еда. Смотрите, какая красота. Уличная еда. Красиво. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, спасибо. Ой, как письмо. Посмотрите. Какой вид. А здесь, посмотри. И отрезаем. Очень вкусно, баранина. Баранина, я не ем. Нет, не баранина. Ты же верни. Это колбаска, суджук. Она на солнышке только вкуснее становится. Красота. И тут же дают попробовать. И жарят ее, и дают жареную попробовать. Здесь у нас, смотрите, сухофрукты. Сколько много. Это такая халва. Специальный прямодромный кусок. Знаете, чего только нет. Такая халва. Посмотрите, какая красота. И вот такая. Пчела. Да, друзья, субботний рынок. Здесь есть чехлы всякие, развал. Порчаюсь, лир. 100 лир. Здесь лепешки делают. Гозлями. Полно всяких развалов. Здесь у нас духи, в духах все роются. Кукушанель, мадемуазель. Друзья, прилавок с сырами. Смотрите, какие сыры шикарные. Смотрите, какие сыры шикарные. Селик. Смотрите, что это не было. Смотрите, что это было. Здесь витрина сырая. Сырые. Даже не знаю, что в горшочках масло отопленное. Нашли, друзья, в центр. Идем к воротам Адриана. Если правильно идем. Надеюсь. Смотрите, друзья, покушать можно как дешево. 75, 65. В общем, цены такие. Смотрите, 70. Самая дорогая цена. 70 лет. Здесь приятные цены. Мы шли на такую пешеходную улочку. Тоже, знаете, цены какие очень приятные цены. 85, 75, 90, 50. Большой выбор, да. И цены такие приятные. У нас 200, 300. Все, здесь таких цен. Самое дорогое 100. Что я вижу? 125, 55. Чикен бутерфляй, да. 125, 160. Грилет митболл. Идем, друзья, по таким маленьким закоулочкам, маленьким магазинчикам, маленьким кафешкам. Цены очень приятные в этих кафешках. Разные магазины. Запах, знаете, палочки горят такой. Запах, как будто в Непале. Вот ты идешь в Катманду. По этим улочкам. И вот там тоже кругом этот запах. Это и здесь так же. Интересно. О, смотрите, шоколад и вин. Шоколадный дом, магазин. И выходим на проспект, друзья. И пойдем нырнем в Старый Гуров. Вышли мы, друзья, с вами на Большой Проспект, где ходит трамвай. Здесь такие инсталляции, фигуры стоят, интересно. И вот уже видно ворота Адриана. Сверху пойдемте туда. Как здесь клево. Сколько она орала. Прикольно. Знаете, вот такой контент. Вот я люблю города. Можно идти, знаете, не выключая камеру. Просто идти и вот раскопрот. Я думаю, вам тоже интересно такие видео. Здесь соки жмут, да. Разные кафешки. И самое главное, везде все на рост. 15 лир. Слушайте, вообще цены недорогие. У нас там что-то все золотое получается. Аллея какая. И поворачиваем, друзья. И вот они, ворота Адриана. Через это место зашел. Вот, красиво едет, смотри. Молодец, красавец. Ну вот они. В очередной раз мы здесь, друзья. Шикарное место. Ворота Адриана. Какой, значит, своеобразный вход в старый город. Смотрите, как голуби приклеены к стенке. Их так много. Как будто приклеили, повесили их туда. Миги продают, друзья. Они у нас любят. А здесь, посмотрите, как камни отшлифованы. Реально оригинальные. Я думаю, как они отшлифованы. И мы заходим, друзья. Старый город. Его красиво отделали. Очень мне здесь нравится. С внутренней стороны ворота Адриана, друзья, выглядит так. Здесь вкусная кафешка, пицца. И у нас клинтвейн, я так понимаю, да. Клинтвейн можно взять, выпить. Щеки обуви. И заходим эти маленькие, симпатичные улочки. Посмотрите, как здесь классно. Я думаю, здесь одно кафешка было. Здесь птицами, интересно. Оно до сих пор существует. Мы с нашими были молодыми. Я думаю, да. Сейчас посмотрим. Здесь разные магазинчики. Видите, кожа. Все делают с кожей. Ремни, макосины. Здесь феники, всякие браслетики. Короче, то, что город, друзья. И внутрь заходите, как внутри, симпатично. Лампы турецкие горят. Сторожное продает. Настоящие. Дундурма. Да, это дундурма. Можно выпить кукурузу взять. Тут у нас сразу опять же соки. Маленький магазинчик. И отель. Такие небольшие, уютные бутик-отели. Ох, собака, как раскормили. Ей хорошо такое. Маленькие магазинчики. Все тут так отделано. И клубника. Слушайте, что мы когда были, то же самое клубнику предлагали. Милые улочки. Здорово здесь. Отель. Видите, какие уютные отели. Такой вход. И внутри. Посмотрите, как красиво. Там такой гарден прям в отеле. Красиво как. Вот в старом городе отель. Здесь вилла Ла Ферла. Старые ворота. Заходишь и здесь струны. Симпатичная кафешка старая. В этом стиле интересная. Пока никого нет. Но очень ампетитичный. И вот такие вот узкие улочки пустынные. Смотрите, как отреставрировано все. И бараконы такие старые. Как в Италии, слышали, да? Да, улица узкая. С другой стороны раз и современный дом. Прям реально современный. Здесь отель Аль Паша. Посмотрите, какой вход у него интересный. Во-первых, смотрите, как камнем из-за он пол. Заходим. Это дворик. Это дворик отеля. Здесь свечи. Да, как фильмюрсов я рассказал. И, смотрите, как здорово. Есть бассейн. Здесь, ну, собственно, очень приятно. Музыка играет. Надо все время что-то говорить. Согласитесь, посидеть. Здесь очень приятно. Да, от суеты города скрыться. Еще рядом с тем, думаете, что-то раскопали. Собака лежит на охране этих раскопок. Закрыли стеклом, да, там какие-то старые камни. Очень здесь интересно. Опа! И на Мотороле. Остель, видите, какой. Олдхаус отель. Вообще. Кто-то, может, из вас здесь гулял. Будет интересно. Олдхаус отель. Эти узкие улочки. И вот эти дворы. Мне так это нравится. Ну, я знаю, наверное, всем нравится. Здесь, видите, стоят стаканы, можно сразу выпить глинтвейна. И здесь дворик, видите, вот такой уже. Везде разные, по-своему, интересные дворики. Здесь кафешка. Вечером, конечно, здесь все будет занято, забито. Уверен, даже хоть и не сезон. Идем дальше. Тут раз такие улочки пересекают в одну сторону, в другую. Посмотрите, какая красота цветная. Прям магазин какой-то интересный, детский, с конфетками. О, действительно красота. Они сами могут здесь изготавливать, на палочку вот такие вот разные леденцы. Докручиваем. Друзья, магазинчик. Это монеты. Это, знаете, в Круч Макдат можно нырять. И внутри, посмотрите, магазин полный всякого антиквара. Чего тут только нет. Тут просто все, всякой всячины. Можно найти что угодно. Даже вон, шлемы Ильи Муромца. Тут и буддийская. И все, что хотите. Маски разные. Посмотрите, Будда. Ключ нашла от новой квартиры. Золотой ключик. Два плюс один. Слушайте, интересно. Вот, смотрите, это шлемы Ильи Муромца. Старый зенит, фотоаппарат. Хороший он, да. Ничего только нет. Бинокли старые. Смотрите, какие уютные здесь кафешки. И мечеть. Сувенирка. Ну, это отель. Софа-хотел. И отели интересные. Утик отель. И улицы. Народ есть, слушайте. Ну, сегодня суббота. Местных много гуляет. Много еще и реставрирует. Смотрите, как уютно. И кафешки тут, видите, развалины оставили. Раскопано. Раскопано, да. И вот прям поставили наверх. И здесь кафе, рестораны, отели. Симпатично. Немножко против солнца. Стараюсь так, чтобы показать вам. Очень уютные такие кафешки. Здесь ковры продают. Какая уютная улочка. Еще немножко реставрация идет. А здесь, друзья, по центральной улице. Смотрите, какие кафешки. Сколько их. Пиво люди пьют. Красиво слышится. Здорово здесь. И с этой стороны, с двух сторон кафе. Пока народу не особо, но я думаю, вечером-то тут все занято. Очень интересно. Вон витрины укладывают рыбного ресторана. Значит, мы подойдем, посмотрим. Друзья, ну уютно ведь, правда? Очень приятно. Такая, знаете, атмосфера. Шикарная, видите, все на улице выставлено. Вино можно взять 270 лет, бокал вина и горячее вина 150 лет. Смотрите, как выкладывают витрину у рыбного ресторана. Готовятся к вечеру. Я говорю, сейчас время 3. К вечеру уже подготавливают. На лед выкладывают здесь, смотрите, кальмар, осьминог. Красота какая-то. И рыбка. Смотрите, рыбка. Эту рыбу, походу, продрявит. Там тоже зима. Ох, какая улочка вообще приятная. Вот здесь будут птички, кафе с птичками. Лазер отель. Вот, да. И вон еще тоже витрины. Здесь рыбные рестораны пошли. Тоже витрины выкладывают. А здесь вот мы заходили как-то. Здесь, вот, слышите, они чирикают. Закрыты сейчас на зиму. Их полиэтиленом закрыли, чтобы не замерзли. Здесь птички, очень много птичек разных. Там кафе мы были. Смотрите, сидят. Их закрыли, чтобы не замерзли. Там много канарей. Здесь никого. Ну, это виднолетняя клетка. Она лето высаживает сюда открытая. Интересная кафешка. Давайте продолжим движение наше по этим приятным улочкам. Вот видите, еще одна витрина рыбного ресторана. Нименли ресторан. Тоже выложили рыбку свою. Белый искатель. Ну, вообще прям красота-красота. Омары, лобстеры подают даже. И ноги. Вечером интересно тут будет. И внутри тоже. Видите, это на улице. И внутри еще тоже. Вот, считай, живая музыка внутри. Сцена. Друзья, представьте, в Анталии встретили наших подписчиков. Очень приятно. Как вас зовут? Я не ожидала. Меня Богдан зовут. Мы из Петербурга. Очень приятно. Соседи практически. Так что я еще, Серега, спрашиваю, как ты думаешь, мы встретим кого-нибудь в Анталии? Я говорю, ну, вряд ли. А тут идут и говорят, Серега, Ира, вообще очень приятно. Спасибо, что подошли. Мы Терентьеву считаем за наших родственников, потому что мы же в курсе всяких дел и семьи, и бизнеса в Таллине, и Гималаев, как вы там занимались практиками духовными. И молодцы, что добрались и дошли. Так что это очень интересно. И мы Терентьеву их очень ценим, потому что они люди со вкусом. Обалдеть. Спасибо, ребят, вам большое. Очень приятно. Это все правда. Вы же нам не заплатили столько, чтобы мы все наговорили. К сожалению, нет. Спасибо. Всем желаем путешествий. Путешествуйте пока молоды. Тут интересное исследование было в хосписах в Америке. Американцы при смерти лежат. Спрашивают их, что бы вы делали в жизни другое, если бы повторить. Говорят, первое, больше любили бы. Согласны? Да. И больше бы путешествовали. Да, согласен. Почему? Потому что это самое сильное впечатление от жизни. Любовь и путешествие. Чего вам всем желают. И исполняли бы свои желания. Вот как я, например. Сегодня как раз, ребята, 10-е. Это вступил в силу год дракона. Китайский Новый год сегодня. Да, Китайский Новый год. Всем вас всех и поздравляем. И я со своими зубами как раз. Я же дракон по гороскопу. Поэтому вот случайно. Вы знаете, это так все проведение состояло, потому что именно сегодня мне закончили мои две светлые полосы в жизни. Уже сильный Новый год, веселый. И можно еще сказать, что скоро День Святого Валентина. Вот Терентьева, я не знаю, как в жизни, но на экране не идеальная семья. С чем я их поздравляю прямо. Всякое бывает. Я знаю, я чувствую, характери-то сильные. Спасибо вам огромное. Спасибо, ребята. Друзья, начинаем потихоньку выходить к морю. Уже начинает виднеться, она проглядывает. Я думал, думал. У Иры спрашивал, что ли мы встретили наших подписчиков? Вторых уже в Анталии. Вот оно и море, друзья. Выходим на красоту. Что тучки пошли погодкой. Спортятся эти два рыбных ресторана. Один с одной стороны витрина, и один с другой стороны. Это открытая витрина. Здесь можно посмотреть. Красиво, как они осьминогов укладывают. Привет из Турции. Привет, да, красиво. Заходите, у нас классный вид. Вообще суперский туда. Спасибо. Ой, смотрите, какой ресторан красивый. Прямо здесь у нас с видом. И здесь тоже. Красивые виды. Здесь, в прошлом году, мы были шпатастроили до сих пор, чтобы строить. Там горы все погрузились. Куча. Кстати, какой отель красивый. Моно-отель. Слушайте, ну бесподобные улочки. Вообще просто здесь гулять одно удовольствие. Знаете, прям вот реально удовольствие получаешь. Очень здесь круто. Просто бесцельно походить в одну, в другую лесу. Где-то перекусить в кафешке. Можно выпить Глинтвейна. Очень приятно. Разные кафе, абсолютно разные. На любой вкус. Смотрите, как здорово. Марко террас. Заходим, ребята. Нам покажут, что туда лучше уходит. А мы с вами зайдем на террасу. Как здесь здорово. Здесь балкон. Смотрите, какая красота. Котенька, меню какое, посмотри. Мясо. Смотрите, как кормят. Жена. Я так жил, в ресторане питался. Какие здоровые. Красивый берег. Слушайте, просто кайф. Здесь здорово. И вот эти вот кафешки, улочки. Тут эти дома мне нравятся. Так они переставрированы. Здорово. И улицы такие чистые, приятные. Человек сидит, играет. И поет. Отворачиваешь в сторону, и уже другая улочка. Тоже симпатичная. Здорово прогуляться. Смотрите, какая красота. Смотрите, скалы. Вот эти здорово. Погода немножко испортилась, но все равно какая красота здесь. И тоже посмотрите, как здорово внизу. Сейчас мы туда пойдем. Порт. Видите, порт работает в кораблике. Видите, полный корабль народа отправляется. Красиво. Вот смотрите, там как тучи накрыли горы, а солнце пробивается, как красиво. И вот корабль, посмотрите, полностью забитый народом. Сегодня мы уже не успеем, погуляем здесь, а завтра мы пойдем вот туда. Где заканчиваются скалы и начинается пляж. Пойдем туда и потом погуляем там. Там парк хороший есть. И поедем на фуникулер. Это на завтра у нас планы. И поедем на фуникулер. На завтра у нас планы. Здесь очень плачет. И поедем на фуникулер. Здесь очень плачет. Парк здесь приятный, действительно играет, очень здесь классно. Здравствуйте, как здорово поет, как хорошо в ресторане. Уже еще не вечер, а уже начал. Здравствуйте. О, слушайте, на веранде даже классно. Да, любит, видно музыку, да. Мы идем, друзья, немножко вперед. Здесь парк есть какой-то, в него мы еще не заходили. Давайте посмотрим. Здесь, слушайте, уже пару лет, как мы вот были назад, все это раскопки ведут, видите. Будут накрывать нашли, раскопали, и вот эти делают такие металлические фермы, и будут их накрывать стеклом. Вот показано, видите. Вот так вот сделают. Здесь ларьки, мороженое. И смотрите, какой большой прям парк в кедровом лесу. Детские аттракционы там. Пройдем прогуляемся вот так вот вдоль моря. А завтра мы в другую сторону пойдем, друзья. Прям тоже там парк и выйдем на берег моря с пляжем. Там конь Ялты, наверное, даже будет район. Вот там, где видите горы, и мы пойдем туда, там фуникулер. В один день, конечно, тяжело все сразу охватить, поэтому мы решили еще завтра день остаться здесь и уже самим посмотреть, но заодно и вам показать всю эту красоту. Давайте сейчас вниз посмотрим, что есть. Есть вот сюда парк красивый, большой. Хорошо здесь летом, наверное, втенить деревьев, погулять, посидеть. Ух как! Внизу, смотрите, какие скалы. Виды какие, крутые, да? И корабль. Народу много на кораблике катаются. Смотрите, как здорово. Сколько народу, представляете, сидит. Я проведу вот так камеру. Смотрите, сколько в этом парке гуляет народа. И кафе тоже все занято. Каштаны, друзья, вот так вот жарятся. Кукуруза. Каштанчики. Знаете, какая красота, да? Солнце скрылось, но на улице тепло все равно. И вот горы, горы жалко. Было с утра их так хорошо видно. Даже снежные там дальние горы, они все были в снегу. Сейчас, конечно, их накрыло опять такой дымкой. Кораблей много ходит, слушайте. Красиво отдыхаем, да. В парке народу много, слушайте. Да, в субботу гуляют. Друзья, здесь площадка интересная. С видом на море. Везде играет музыка, народ сидит в кафешках. Да, Анталия совсем другая, слушайте, чем в Алане. Сейчас поем. Здесь совсем все по-другому. Слышка Анталия. Друзья, подошли сюда к краю. Вид на 180 градусов. Слушай, ты так круто, а? Горы просто фантастически выглядят в этой дымке. А вниз у нас, друзья, море и камни. Море чистое, красивое. Разобраны эти фантоны. Летом можно поспуститься и искупаться. Здесь тоже, друзья, очень интересная кафешка. Прямо с видом на море. Приятно. Друзья, кафешка какая интересная. Здесь внутри бар. Просто диван, рояль. Можно пить. А люди все сидят на улице. Так прикольно. То есть они отсюда носят прямо сейчас на улицу. Туалетом бар еще, видите, бар. Но сейчас кальян только там стоит на улице. Классный ресторанчик. И внутри в закрытом можно. Сейчас тепло, ведь крыша открыта. Очень приятное место. Сон, Санято, приятно гулять, да? Довольно тепло. Ну, вечереет уже, конечно. А вон там что свет, пойдем посмотрим. Да, там какая-то ярмарка вся, флаг. Праздник какой-то. Суббота. Ой, так приятно здесь гулять, слушайте. Вообще, в один день не получится у нас еще туда вот сходить. Туда. Большой город не освоить. Завтра мы с утра туда рванем. Вот, смотрите, здесь ярмарка прямо какая-то тут, дети. Вон катаются на машинках, карусельки разные. Здесь вот концерт шоу люди слушали. Ну, для детей какие развлекухи, видите, какие машинки, мотоциклы. Да, как дети. Вон смотри, даже взрослый дядька едет. Нормально. Так, это уверенно едет. Уверенно ехал. Тут можно в тире пострелять из воздушек по шарикам, по мишеням. Что у нас еще есть? Ух, чай. Посмотри, какой самовар. Это ж какая прелесть. Посмотрите, настоящий самовар большой. Заварочные чайники большие. Здесь у нас растапливается печка. Здесь вода. Здесь заварка. Вот, да. И кофе тоже на песке есть, да. Есть без леме. Смотрите, как здесь много народу. Ой, посмотри, мясо мы здесь сейчас поедим. Здесь, друзья, у нас сладости. Кюнефе готовят разные. Кюнефе собирают, сыром засыпают, а потом на газ. Здесь у нас парфюм, друзья. Его везде много. Местная ярмарка. Ой, там хлеб его огромный продает. Сейчас мы туда туда подойдем, посмотрим. Короче, с этой стороны вещи, с другой стороны еда. Большая довольно-таки ярмарка. Народливо. Слушайте, ни одного туриста пока не видели. Одни местные люди ходят. Друзья, вот посмотрите, какая красота. Он с пчелами. Сколько пчел, кошмар. Посмотрите, работа опасная, я вам скажу. Посмотрите, сколько пчел. Метка прямо в дереве. Он сейчас ложкой наливал. Красота. А это разные. Здесь у нас еда прошла. Интересно, фигатор. Здесь у нас все. Такое медное, турки, совороды, чайники. Да, настоящие турецкие, если производить огонь. Друзья, приступаем к рассмотру ряда с едой. Начинается все с сыра. Посмотрите, какой сыр. Чайник. Вау. Здесь еды прям вот такой вот. Карс краус. Интересный сыр. Посмотрите, сколько народу у еды. Значит, цена хорошая. Масло люди берут за маслом такая очень. Цена хорошая. Потому что все местные. Здесь, друзья, такие сыры. Здесь можно пробовать. Они будут пробовать все сами. И переходим, друзья, в Суджу. Это турецкая колбаса, в которой даже не нужен холодильник. Я прою. Нянямка. Нянямка. Тоже можно все попробовать. Вот можно попробовать. Да, и можно попробовать. Вот эта и темненькая, она по суше. Килограмм 350 литров. И 2 килограмма 550, 3 килограмма 700, 4 килограмма 1000 литров. Оливки, другие разные. И оливки, и масло оливковое. Девушка предложила попробовать. Они ее на огне жарят. Попробуй, Сережка. Друзья, с Владимиром делается кукурузная лука. Прямо натурально делать, и можно сразу выкопить. Да, вон ее висит кукурузная лука. Да, такие давятся. Из сезамов. И вот семидан. Разные сладости, друзья. Орехи. И турецкие сладости. Ну, цен нигде нету. Надо все спрашивать. Да, странно. Здесь тоже всякие. Ну, здесь. Цены написаны. Здесь разные специи. Ну, все то же самое, что у нас на рынке, только здесь больше места. Лиски тоже. Нигурки сушеные. И, друзья, рай для любителей. Оливок. Все с ценами. Оливок. Я не знаю, не помню, сколько на нашем рынке. Оливок. 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 Как. Пару. Твоевок. Мест и бурок. Какой-то черный, смотри. Например, да. Помидорки сушеные, какие-то приправы. Это, девочки, как мы вегету добавляем. Только она вот здесь из натуральных продуктов. Ну, вегета – это химия. Ну, а это вот, ну, типа того, сушеные, друзья, овощи. Много разных пахмаву и долма. И ореховый рай, друзья, орехов в смаке. Тоже, друзья, с ценами все. Изюм, семечки 120, белые 299. О, здесь сколько чернослива, друзья. Ух, друзья, хлеб, посмотрите, хлеб. Невероятно огромный хлеб, посмотрите. Ну, как такой вот печь. Взял и в семье на 2-3 месяца порезал бразец. Конфеты много разных, да. Ну, это такое приводное. Этим нас не удивишь. Нам там было все вкуснее. Вот здесь тоже интересное что-то. Да, уже такое, нас не удивить. У меня турецкий котик, такой продавец. Такой, курок настоящий, прям, как в моем понятии. Курок настоящий турецкий. Друзья, вкуснятина, посмотрите, какой. Слушай, маленький, ты на корову похожа. И рассказала, что нужно на корову похожа. Ему не встать уже, ужрался. Малыш, ты что? Как тебя кормят, а? Малыш, ты что? Это, видите, красивое мяско. Оно крутится на дровах, прямо дрова. Видите? И вот так вот его срезает. Вот такие, что? И вот так его положить вам в хлеб, в лук, и вот все такое турецкое. Интересный, да? Вот, а? Здесь, друзья, хамси, вот так ее в масле жарят. Обваливают в муке, вон она обваленная в муке. И вот так вот делают. И в хлеб вот так накладывают с овощами. С луком, зелень, капуста. Вот такие краски, да? Да, вот так вот. Сына. Сына. Друзья, заказали мы сыр и пакет и мео. Очень аппетитно они здесь делают. Я заказал с курицей и сыром. И воду две. Дальше, друзья, какая интересная кафешка. Интересно. Так это похоже, знаете, как мы в каше были. Такие накашеские кафешки. Интересно. Друзья, какие улочки туда. Камеру поворачиваем вниз. Идем к порту. Спустимся, пройдем мимо корабликов пиратских. В общем, слышите, здесь приятно. Здесь у нас старинные стены. Парк небольшой. Мы спускаемся, друзья, к морю. Очень здесь приятно гулять. Вот, ну, нравится прям. Здесь как приятный какой парк. Спускаемся. Вот в ресторан. Здесь еще одно кафе с видом на порт. Видите, как здорово. Спустились мы, друзья, ближе к порту. Кораблики, народ сидит, гуляет. Здесь, слушайте, есть корабли. Какие виды. Это приятно. Жаль, нету солнышка. Ну, эти миди продают. Сидит, смотрите, как много. Форт. Антолисий порт, друзья. Красивые кораблики. Небольшие. Но они ходят вовсю, прям катают народ. Красивые кораблики. Красава. Очень мне нравится. прогуляемся в порту вот такие кораблики небольшие но они тоже, видите, с рыцарями с пиратами в компании вы поплывете кстати, надо будет летом прокатиться как-то, да, Ира? Мы здесь это не копали сейчас нет смысла куда-то кататься потому что все-таки прохладно на воде такого кайфа не получишь конечно, и вечер уже, и от водки катаются нет, кто-то катается, почему ходит днем, вот мы видели, были, да, днем народ когда солнышко было сейчас это можно соприси заработать здесь кафешки, я думаю, многие из вас гуляли здесь по этой набережной с кораблями будет приятно посмотреть и вспомнить много на вольнике корабликов здесь турецкое мороженое, соки, ну все стандартная программа и много-много кафе, друзья корабль, посейдон, смотрите, у него и лев, и собака кого только нет на корабле вот они, пиратские судна небольшого размера мы с вами, друзья, идем сюда к лифту сейчас, может, там очередь такая стоит поднимемся наверх вот он, лифт стеклянный и вот на эту платформу встанем аф-шки такие, знаете, как интересно лодочка сделана из металла как будто бумажной очень здесь приятно очень хорошее место и это вообще старый город, Анталия очень прикольно погулять здесь хорошо, еще Сиде мне нравится тоже хорошо вот такая, друзья, очередь у нас на лифт постоять придется ну что, друзья, мы наверху постояли немножко в очереди на лифт минут на 6 и вот мы наверху поднялись наверх, друзья здесь у нас тоже кафе площадь интересная и завтра мы пойдем вот в ту сторону туда может, уже сегодня начнем идти в ту сторону? не, сегодня мы пойдем домой по темноте прогуляемся по городу еще немножко вышли мы сюда на верхнюю площадь, друзья видите, начинают подсвечивать мечети включились минареты трамвайные пути делают я так понимаю бетоном заливают значит, трамвай здесь не ходит завтра мы сюда приедем и отсюда стартанем дальше туда вниз парк друзья, смотрите как красиво становится трамвай теперь здесь не ходит можно ходить по улицам прям как люди и ходят красиво в том плане что начинают включаться подсветки и сразу же вид преображается совсем все по-другому очень мне нравится это время еще не стемнело совсем но и уже сумерки смотрите как все сразу преобразилось да и домики и улица народу, конечно в Анталии тьма такая интересная улочка какая здесь приятно и симпатично уютно да и самое главное народ так один кадр прям по улице пешеходная улочка много разных кафе кебабы видите в турецкие сладости сколько народу по выходным сейчас здесь много в Вилле как ты нравится тебе да очень колоритно очень много народу по сравнению с нашей маленькой деревенькой да тут прямо-таки город-город слушайте как в Стамбуле чем-то даже напоминает стамбульские улочки все вот эти магазинчики здесь правда, Вик? нет все намешано и магазины и базары и едальни разные завтраки люди классные вот такие улицы друзья Ира сказала что тряпки здесь дешевле чем у нас я говорю так в чем проблема дорогу знаем сели на автобус три с половиной часа и мы на месте да другой вид совсем красота там-там да и в Айти здесь огромный такой огромный магазин сколько народу время 7 ребят в мое советское время было молоко такое в литровых бутылках и вот с такой вот пробочкой раз вот так открывалось вы помните такое да еще у нас были молоко треугольные пакеты в Истудии было да что нажимаешь открывалось и большие были литрушки молока стеклянная была бутылка и такая вот пробочка посели мы друзья в такое вот заведение прямо на улочке можно и на второй этаж из киндербери взяли один кебабчик съедим по такому кебабу попробуем как у них кебаб в Анталии он один большой мы развязали пополам 200 грамм говядины курятины курятины друзья поели но вот без удовольствия вот поражаюсь почему они ну не умеют они делать кебабы странное дело вроде Турция кебаб шаурма ну вот сухо сухо ну положите вы немножко соуса хоть чуть какой-то зелень нет ничего не кладут нет зелень была просто не было кетчупа там или майонеза было очень сухо даже знаете не проглотить но они делают так чего ты все время проверяешь они все время так делают или смирись или попросить просто допустим в добавок друзья в том же Таиланде берешь туркиш кебаб продают не ну я просто сравниваю там он грустный он вообще сочный такой просто вах удовольствие ну странно вроде на вид был больше на вид был красивый ладно идем на автобус и поедем домой все друзья мы дома назад быстро назад быстро доехали потому что не было ни пробок ничего спокойно когда туда ехали слышите пробки так долго оказалось ехали нескончаем вообще назад цикст очень быстро так что так наш день прошел завтра у нас воскресенье выходной и мы пойдем в другое место пока